так не должно быть там просто сразу обрыв представляете это мы где-то в горах в лесу а вот наш дом подъем крутой но недолгий все уже сидят ждут всем большой привет из индии вы на канале вечное лето и сегодня мы едем в горы а точнее в отель в горах есть такая экскурсия она стоит 100 долларов с человека но наши зрители сказали что она того стоит там классный отель прям на горе с потрясающим видом с интересным бассейном с посещением водопадов в общем за нами уже приехала машина и сегодня мы вам все подробно покажем что там как там чтобы вы для себя решили стоит ехать или нет здесь на экскурсиях вас забирают машины не мини-бассы а вот такие семиместные здесь у них получается что-то типа точки пересадки сюда все приезжают на машинах и потом пересаживается на джипа сейчас приехали ребята они выгружают свои чемоданы и грузит их в такси из такси уже поедут в свой отель кстати приехали за нами получается джип на 6 мест я сижу спокойно наслаждаться дорогой думаю какой воздух хороший и мне прямо листом так вот за что я думаю мы долго будем кататься на джипах а нет буквально пять минут и мы уже прибыли в наш отель смотрите по ночам сюда приходят тигры змеи множество всяких леопардов это эко-отель направленный на сохранение окружающей среды поэтому сюда нельзя приносить пластиковые упаковки бутылки открытую еду здесь максимальное единение с природой после регистрации на ресепшене мы идем в наш домик он по дороге наш проводник нам все показывает рассказывает здесь может проходить ужин здесь у нас бар крестные напитки нам наливает сразу но вечером будет чем заняться но светик за индия какой-то на сладкий помидорный рассол тут у нас душ понятно я бы не заметил его прям инстаграм на и местечко посмотрите какой бассейн каким видом какая красота мы переоделись водичка конечно холодно давай залезай залезай на улице тепло нормально давай руку она прям леденющая она мне кажется горная вот смотрите сюда вода стекает вау это конечно шик ребята вы только посмотрите вот это бассейн да всем бассейном бассейн чистый холодненький классно такая красота хорошо что нет дождя да 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 погода офигенная солнышко люди смотрите отдыхают на лежаках книги читают я сейчас тоже пока ждал свету лежа на лежаке здесь работает 4g хорошая скорость интернета насчет этого не переживайте я думал приедем наверное интернета не будет со мной да но интернет работает и я этому очень рад водичка прям бодрит ребят но мы по сути ради этого бассейна приехали там вид офигенно с ним открывается и мы кстати последнее время полюбили горы раньше море пляжи а сейчас полюбили горы мне кажется это после боли могу да мы тогда поднимались на вулкан и свете очень понравился вулкан и водопад понравился и плавать водопаде вообще так круто так освежает море расслабляет а вот это вот горная вода она подрит но на водопад мы поедем завтра с утра у нас сегодня будет программа нам рассказали что будет но мы все еще покажем так 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 это что такое она всплывает так не должно быть света это все индийская еда угадайте чем мы сейчас будем заниматься конечно же делать крутые фотки кстати посмотрите как это смотрится со стороны светик стоит и такое ощущение что там просто сразу обрыв кстати экскурсию мы бронировали через интернет ссылку где брали оставим в описании и Субтитры подогнал «Симон» Замерзла, неохота выходить, но долго тоже не высидишь Ой, я бы каждый день в этом бассейне плавала, прям с утра выходила бы и заряжалась бодростью и энергией гор Я думаю, многие понимают, о чем я, потому что многие наши зрители любят горные реки, водопады Это другое, это не как море Море по-своему хорошо, а это по-своему Мы наплавались, идем в наш домик по джунглям Я еще там не была, Саша взял ключи, заселился, а я в бассейне плавала И сейчас иду, думаю, как тут вообще прям по джунглям идем, никого нет, наш дом Я бы сюда приехала даже дней на пять Просто отдохнула душой Всякие мероприятия, тут и танцы, и лепка из глины Кстати, все, что вы слепите, можно будет забрать с собой И посмотрим, что на обед, мы хотим переодеться и пойти на обед Это наш дом? Нет Ооо Но здесь все такие домики, нам нужно пройти чуть-чуть подальше Вообще круто, я не ожидал, что будет так классно У каждого свой домик Как в детском фионерском лагере Удобно то, что они выложили тропинку из камня Можно спокойно идти по лесу Представляете, это мы где-то в горах, в лесу находимся Здесь такие домики отстроили Главное, чтобы нам на ужин не пришел тигруля Ага А вот и наш дом Да Прям бунгало Ооо, какие окна, как будто их нет О, кто это? Живность Высокие потолки, вообще не жарко, вообще Очень красиво Кроватка такая милая Можно ночью все открыть, да, все окна Да, 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 здесь окно Как будто в джунглях Реально, смотрите Вот эти окна тоже как-то открываются Очень классно Светильнички такие Ух ты, ух ты Большой такой санузел Так просторно, все красиво Ну да, кстати, цивильно Мне нравится, что все цивильно сделано Так, красивая подсветка Со вкусом Стильно У этого бунгало не просто стена Здесь такие жалюзи И там внутри решетка Чтобы комары не пролетали И получается, вы слышите звуки леса Вы не просто вот так здесь закупорены, да Это все вот так проветривается И хорошо слышно все, что происходит в лесу Вот эти сверчки, птицы Вы будете спать и слушать звуки природы Я что-то прям замерзла в бассейне Пришла в домик, приняла горячий душ И все равно вот у меня как изнутри прохлада такая чувствуется Свежесть, бодрость Ох, хорошо! Как после проруби зимой Вообще Индия удивительная страна Она не предстоит нас удивлять Нам здесь очень нравится Я не знаю, просто Каждый день мы куда-то ездим Что-то смотрим Находим такие классные места Мне кажется, здесь нужен целый год Чтобы все изучить, посмотреть Все объездить Да мне кажется, и года не хватит Здесь бесконечно можно ездить И смотреть, любоваться этой красотой Изучать новые крутые места А Света, Джо, мой браслет Упс! А мне так нравится Я говорю, купи мне такой же Он говорит, а, Света, это был последний Да, там больше таких я не видел Ну, мы же семья Семье надо делиться Обед проходит до трех часов Так что мы успеваем Время пока два Здесь у нас есть салатик Уже нарезанный Также отдельные овощи Всякие соусы Пожалуйста, что-то остренькое Перчик Это у нас Это у нас что-то индийское Так, вода Горячая вода Лэмб Ягненок, что ли? Мутон Блюдо какое-то Да, мясо Здесь у нас карри Рыбное Даал Здесь у нас горох Это что за покемон? Тоже какое-то мясо Надо пробовать Так, это что такое? Какой-то лук, что ли? Лепешки Отварной рис Другой торт Тоже рис Еще один длинный рис Вегетарианский С овощами Капуста И это вот что-то непонятное Индийское Смотрите, как Такие горшочки Длинные написаны Грибы, масала Бобы И еще одни бобы Еще карри Снова лепешки Так, это похоже что-то Может быть даже сладенькое Это после Афтлопит А, это после Еды Это сладкий Сладкая вермишель Это спайси И острое блюдо Острое Ягненок острый И вот еще О, даже Улипки есть Вау Это рыба И рыба Это спайси Ага, понятно Спасибо Вот видите, говорят по-русски Еще есть арбузики Мы набрали еды Я решил взять всего по чуть-чуть И то взял не все Хочу сейчас это съесть Потом подойти еще набрать Света набрала тоже Каких-то блюд разных О, странный рыбный суп Вкусный Как будто с дробленым пшеном Что ли И кстати, посмотрите Какие здесь еще есть столики Они сейчас, к сожалению, не заняты Так бы Мы, наверное, сели там И у нас вид открывается Прямо на водопад Очень много острых блюд Прямо в основном все острое Есть можно Кто любит острое Кто ест острое Из неострого капуста Рис Мясо Но много костей Ну, вообще выбор большой Ну, вообще Какая разница Какая здесь еда Главное, какая здесь красота Мы пришли в гончарную мастерскую И сейчас будем что-то лепить Вот какие вазочки получаются Вы можете сделать себе такую И увезти домой На память Я бы хотела повторить что-то похожее Вот это мне нравится Ой, это пояснение Вот это прям шоколад Ой, смотри Надо вытягивать А у меня все помочь Интересно Прям так скользит Рука Она крутится электрическая Сейчас все подключали И был перерыв Ну, конечно, маска Хорошо С ногтями неудобно Ну, хорошо, что он помогает Смотрите Как ровно, красиво получается Мы решили Саше сделать комплект Да, маленькую пузатеньку Он высокую пузатеньку Смотрите, чудо-чаша Идеальная Я не стала палочкой ничего царапать Мне нравятся вот естественные линии Вот какая у Саши Нарисовывается уже Вот, какая красота Thank you very much Thank you very good Отличный семейный комплект Да, получился? Да Они как бы похожие, но они разные В одном стиле И для разных целей И для разных цветов Ой, мне очень нравится Я себя почувствовал Прямо кожухом Знаете, он всегда Когда куда-то ездишь Что-то делает своими руками И вот мы тоже Со светиком слепили По своей вазе Вообще так прикольный Ты потом уже Ой, ой Главное, чтобы на нее ничего не попало Никакой волосок Никакая соринка Моя ваза Самый лучший сувенир Сувенир, сделанный своими руками Офигеть Тут строится еще один домик И у него будет Фантастический вид Еще к нему будет лифт Посмотрите, он еще не готов Подъемник делают Вот только полюбуйтесь На это Выходишь утром И у тебя Чуть ли не Гималай Горы, горы Одни вершины вокруг Мы идем на Мехенди Разрисовывать руки хной Ну, я буду разрисовывать Саша не будет Поснимай И вы посмотрите Вокруг никого Мы как будто в джунглях одни Очень-очень мало людей Тишина такая Нам сказали, что здесь много животных Можно увидеть Прямо вот здесь гуляют Но главное не орать Не шуметь Как я ору Так не надо Иначе я их пугну Сейчас мне начали Наносить узор Наносится он хной Такая густая паста И думаешь, что дальше должно произойти Оказывается, хна должна застыть И отвалиться А рисунок останется Главное, пока она сохнет Никуда не вляпаться Все, мне сделали Мехенди Посмотрите Саша увидел Такой Ох Нифига себе Да Только матом сказал Нет, нет Он говорит Ты ожидала, что так много разрисуют? Я, если честно, думаю Что на один палец выведут А она мне взяла И все пальцы разрисовала Ждать нужно час А то все это дело засыхает Отваливается А рисунок остается И держится до 10 дней Как вам? Я первый раз в жизни делала Пахнет ментолом Приятный холодок на руке И что-то необычное Обязательно стоит попробовать Я считаю, в жизни Нужно попробовать все хорошее Что только есть Особенно, если это бесплатно Тут огромные обезьяны Я пошла в свой номер А они тут аж ветки ломают Гигантские Вон, смотрите, какая У них есть черная мордочка Смотрите, они такие хорошенькие И пугливые Вот они, индийские обезьянки Пойдем посмотрим поближе Привет! У меня есть бананы, кстати Я могу вас угостить Моя хна застыла И теперь давайте посмотрим Что получится, если ее отряхнуть Ай, у меня волосы теперь как депиляция Ну вот, видите, какой цвет получается Было бы круто, если бы она всегда оставалась Такой черной, как татуировка Ну нет, больше похоже на йод Это не тату, конечно Конечно, не тату Чтобы такую тату сделать Знаешь, сколько надо Времени, нервов Но, кстати, если вы хотите сделать тату Но не уверены в своем выборе То лучше не делать тату А если вы прям очень хотите делать тату И уверены в своем выборе Все равно сделайте ее хной Сначала нарисуйте Походите и посмотрите Если она вам каждый день прям в кайф То можно набивать Я, кстати, сама задумалась сделать какую-нибудь маленькую татуировочку Какую-нибудь символичную Интересную, добрую Вот не знаю где И я хочу, чтобы Саша тоже сделал Но он еще думает Еще тут бегает такая большая жирная ящерца Смотрите, прям мимо меня проползала по своим делам Ничего не боится Ну смотрите, как змеюка Мы идем за ней Смотрите, вот буквально можно руками поймать Этот замечательный мальчик Он здесь работает, кстати Помогает мне сейчас делать горячий шоколад Я положила две ложки Он говорит, нет, надо три Хороший шоколад делается с тремя ложками Вот смотрите, здесь есть молоко У нас сейчас вечерний чай Но я пью горячий шоколад И сахар Можно чай, кофе попить К чаю здесь есть традиционные индийские сладости Такие печеньки Можно брать И тосты Ну или какой-то интересный хлеб Я предлагаю попить на улице Итак, заценим Давайте попробуем, что тут нажарили Непривычно вот так выглядит эта штука Ну как? Ну я бы не сказал, что это сладость Скорее Крекер какой-то Крекер, да Больше соленый и какой-то хворост По вкусу острый причем еще Как куриная кожа Зажаренная Конечно, здесь много всяких зверей Сейчас мы видим маленькую белку Как брундучок Такой Бегает туда-сюда И ест листья Ой, сейчас такая прям интересная ситуация была Я положила банан поближе к деревьям И та обезьяна сидит, все смотрит на него На нас и на банан На нас и на банан Другая мим пробегала, такая О, банан! Причем у них реально выражение мордяшек Такой О, ну видела банана такая О, типа банан Это не какой-то лист Такая прокралась незаметно Та боится Сидит, смотрит за ней Ну-ка, хоп, дела и побежала Вот так и в жизни Кому-то дается возможность Он думает Думает, думает А кто-то мимо проходил О, возможность Раз и взял Мы поднимаемся на гору Чтобы проводить солнышко Посмотреть на закат Подъем крутой, но недолгий Уже открывается, кстати, красивый вид Аккуратно Если сюда приедете Обязательно Поднимитесь на верх Чтобы полюбоваться этими видами Здесь, кстати, достаточно Каменистая тропинка Света взяла с собой кроссовки Но не одела А почему? А, потому Ха-ха-ха Это сокращенная версия истории Ну, я ей сказал, типа Ну, нормально будет тропинка Так дойдем В итоге здесь Достаточно крутая тропинка Так классно здесь Легкая прохлада Чистый воздух Офигенно Вот, посмотрите Какой здесь крутой подъем Многие в кроссовках А мы в тапках Я думаю, нормально будет Все уже сидят Ждут Лучшие места в первом ряду уже заняли Но можно сесть вот здесь Солнышко краснеет Садится И становится прохладно Конечно Классно за ним наблюдать И когда он садится на море Но в горах Прям какая-то особенная атмосфера И все, что нам остается Это греть друг друга Щекотать Закат посмотрели Солнышко ушло И мы срочно спускаемся Пока совсем не стало темно Мы спустились с гор Еще не совсем темно Здесь люди, вот смотрите В бассейне купаются Нормальным там Вот вещь какая-то холодная Они сидят спокойно В общем, мы утеплились Ночью в горах Достаточно прохладно В баре есть алкоголь Но он достаточно дорогой Поэтому, если вы выпиваете Имеет смысл взять с собой И сейчас в 8 часов вечера Мы идем танцевать под барабан И начались индийские танцы Мы пока просто смотрим Сами не танцуем Но много людей собралось посмотреть Музыка 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 Мамамаде Париран покоу Мамамаде Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Танцы закончились, и теперь каждый желающий может попробовать. Конечно, эти танцы непростое дело. Они нам непонятны, и местами все смеялись. Но это очень сложно, я попробовала. У меня не получилось ногами так вот в разные стороны дергать, присиди. Еще и делать этот звук. Ну реально тяжело. Но мы такого никогда не видели, и теперь навсегда останется в нашей памяти. Ой, натанцевались, наелись. Я вообще думала, что будут танцы под барабан. Но нет, были просто индийские танцы и мастер-класс. И сейчас после ужина есть возможность посмотреть фильм о дикой природе. Некоторые там остались, будут его смотреть. Но мы решили пойти в наш уютный дом, чтобы отдохнуть. И завтра встать пораньше и пойти наблюдать за птицами. Ой, все. Улеглись в нашу кроватку. Такое ощущение, будто спишь на улице. Сверчки отовсюду, прям под ухом. Ветер как-то в стены задувает. Ну да. Здесь же такие жалюзи, и все продувается насквозь. Запахи леса. Прямо в комнате. Как будто действительно спишь просто под открытым небом. Ой, кайфовенько. Ой, сейчас поспим. Хорошо. Обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Так это еще не конец. Мы проснулись, искупались, и выходить из душа было неохота, потому что он такой горячий, так хорошо. Спать было необычно, непривычно. Постоянно кто-то под окнами шныряет. Шуршание, ветки ловаются. Такая спишь, постоянно просыпаешься, как в лесу, прям. Как будто нет этих перегородок. Ну, необычно. Единственное, я немного замерзла ночью, прилипла к Саше, и он пытался отодвинуться от меня. Нет. Я за ним такая. И куртками накрылись, и кофты, и все равно. Но ощущения нереально крутые. Смотрите, живем как в аквариуме. И сейчас мы идем наблюдать за птицами. Смотрите, какой у нас интересный замок. Как это, как сарай запираешь. Вот такая тут система. И, кстати, на улице такая же температура, как и в номере. Вообще ничего не меняется. В бассейне никого. Я почему-то думала, тут будут кишить люди, и чтобы сфоткаться, нужно будет очередь отстоять. Нет, пожалуйста. Может, потому что он холодный. Время 8 утра, а птиц не видно. А ну, там группа пойдет в лес. А то уж они в бассейне, что ли, плавают птицы. Нам летать за птицами нужно с 7 до 8. Мы пришли на то место, где наблюдают, но никого нет. Все, наверное, спят после вчерашнего просмотра фильма о дикой природе. Но ничего, мы сделаем зарядку. И сейчас с кухни доносятся ароматы индийской кухни. Вид такой прям индийский, водопад. Полное погружение в страну. В общем, на завтрак у нас омлет, булочки, папайя, блинчик, тост, джем, суп, пророщенные какие-то бобы, кофе. Причем у Саши даже два. И у меня горячий шоколад и потрясающий вид. Саша взял какое-то прям индийское блюдо. Очень ароматное. Попробуем. Это карри. Есть картофель. Очень-очень много всяких специй. Мне кажется, к рису хорошо пойдет, как подливка. Смотрите, кто к нам пришел. Вот тут воришка. Офигеть. Офигеть. Мы поели и выдвигаемся на водопад. У нас есть проводник. Без него по лесу лучше не гулять. Ой, насмеялись над обезьянами. Такие они прикольные и боятся. И есть хотят. Вообще. Ну, посмотрим, сколько займет дорога. Я думаю, где-то 20 минут кто-то говорил. И я не знаю, купаться или нет. Потому что я очень хочу искупаться. Но мне что-то очень холодно пока. Мы идем уже где-то полчаса. Вот по такой дороге. Здесь уже большие камни. Прям приходится лезть. По ним проверять, чтобы не шатались, не скользили. Но это интересно. И мне уже прям жарко стало. Сейчас, наверное, точно окунуть. Хотя не знаю. Вау! И мы и дошли! Какая красота! Этот водопад, кстати, видно из нашего ресторана в отеле. И когда смотришь издалека, такое ощущение, что вода падает за медленной съемки. Этот водопад называется Шурла. Высота 47 метров. Посмотрите, какая красота вокруг. Какие высокие горы. И такая свежесть. Через камеру она, конечно, не передается. Поэтому должны приехать сюда сами. И прочувствовать то, что я вам сейчас говорю. Ну и как на большой сковородке. Беламина и Велабаджа. А здесь можно мешать риск. Может, это была раньше большая сковородка. Ой, от водопада такая свежесть. Так приятно, да? Такой холодок. Хотя и так не жарко. Прям сейчас свежесть на 100%. Вот это я понимаю, реально, природа джунгли, экзотика. Вау! Ой, даже как-то это, как будто возле самолета стоит. А, все, убирай. А, ребята, вот это здесь напор воды. Нас раздувают. Все мокрые уже. Мокрые, моментально. А вот две секунды, и все мокрое сразу. Хотя, вот как раскуляет воду. Капли мелкие, но это как много, что-то сразу. Освежился. Ну да. Вот он зачем нас опять вот к водопаду тянет? Окей, хватит. Уже мокрые. Одежда мокрая. А он ничего. Он даже не мокрый. Он знает, как прокрутить так, чтобы были мокрые. А он нет. Он веселый. Ему прям это нравится. Как вы знаете, мы всегда купаемся в водопадах. Я думаю, сегодня день будет не исключением. Вода просто нереально холодная. Такое ощущение, что просто нашел в прорубь. Еще камни. Надо быть осторожным. Вода отражается, не видно, куда идешь. Вот смотрите, видите, отражение. Светик тоже пойдет купаться. И еще одна девчонка с нами тоже решила скупаться. Да. Жесть, просто жесть. Я не знаю, Светик, сможет или нет. Жесть. О, я вообще не морс. Давай. О, Боже. Жесть. Ну-ка, дай мне. А, кстати, ого. Ну ты даешь. Офигенно. Круто, ну ты молодец. С головой пошел, ну ты прям вообще. Это голова мечта. В книге «Две жизни» рассказывается, как они каждое утро ходили в озере ледяного купаться. В Индии, кстати. Я думаю, буду в Индии, с утра пойду. Вот пришла. А знаешь, как хорошо голову? Сразу легкая голова и не холодно. Давай, раз, два, три. Давай попробуем. Раз, два, три. Ты не купался? Давай, купай. Ладно, ладно, все. Раз, два, три. Дай бель, дай бель. Да. Молодец. Мы это сделали. Водать чисто. Ледяная. И кайфово. Так что, друзья, будете здесь, обязательно купайтесь. Все люди прошли, не искупались. Но я думаю, нужно искупаться все-таки в таком месте. Да, все тело пропитано льдом. Такая бодрость. Мне кажется, на месяц ее хватит. Поставьте нам лайк. Поддержите, мы искупаемся все где-нибудь в ледяном водопаде. И напишите, купаетесь ли в водопадах вы. Если да, то где искупались в последний раз. Ну все, мы выходим. И, кстати, когда минуту поплавал в такой ледяной воде, ты к ней как-то привыкаешь. И уже кажется, что она не такая ледяная, хотя все равно ледяная чувствуется. И знаете, что самое интересное? Мы не взяли полотенца. Так что пойдем мокрыми. Как мы мокрые пойдем? Не знаю, сейчас обсохнем пойдем. Все тело вибрирует изнутри, да? Как такая перезагрузка произошла, и тело включилось. Вот такое должно быть тонусе, а не как мешок. С картошкой каждый день ходишь. Вот сейчас круто. Мы вернулись с водопада и решили еще раз искупаться в этом бассейне, полюбоваться видом. Вперед! Ну что, как тебе эти эко-коттеджи? Ой, я думала, будет хуже, будет скучно. Будем сидеть где-то в лесу. А здесь так круто! Не зря наши зрители нам советовали. Оказалось круче, чем я ожидала. Я всем рекомендую приехать. Да, мне тоже очень понравилось. Оно того стоит. Здесь не просто бассейн и еда. Здесь, помимо этого, много различных развлечений. Животные, природа, водопады, горы. Очень круто. Да, вы все видели сами. Уезжать неохота. Я бы здесь задержалась еще на несколько дней. Но пора домой. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если выпуск вам понравился. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. И за следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok